Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Антон Кузьмичев, это канал АНБА, и сегодня у нас прекраснейший выпуск про не менее прекрасных, но все же немножко переоцененных игроков NBA прямо сейчас. Также я хочу заметить, что эта оценка была дана не мною, это оценка комьюнди по тому или иному персонажу. И ссылайся в основном на ваши же комментарии, посты, какие-то замечания в трансляциях и так далее и тому подобное. Это оценка, как мне кажется, русскоязычного комьюнити. И наша главная цель сегодня это расставить все точки над «и» и дать этим персонажам более объективную оценку, нежели они имеют прямо сейчас. Ну и самое главное, давайте сегодня сделаем планочку из 700 лайков, почему бы и нет. И если мы это сможем сотворить, то топ-10 самых недооцененных будет не за горами. Так что, друзья, ваша поддержка — это лайки, это подписки и комментарии в том числе. Все, от вас больше ничего не требуется. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Десятая строчка, и тут у нас австралийский вёрджин Джош Гиди. Начнем с 20-летнего австралийского ондеркинда, которого многие окрестили улучшенной версией самого Бена Симмонса. За счет довольно выдающихся габаритов он должен был пылесосить многих матчаперов в защите, но по факту за два года в массе почти не набрал, и отсюда защитные метрики катятся ко дну. Второй важный момент — синергия с Шаем. Шай — король проходов. Гилджис Александр редко практикует стебэк-3 и любую другую активность на дуге, и именно этим их дуэт с Гиди очень сильно страдает в нападении. Джош хоть и потянул свои бросковые метрики, но в данный момент времени он просто достал их с чрева дьявола, где они пребывали в дебютном сезоне. 32,5% в издуге — это очень плохо. Так что Гиди хоть и талантливый парнишка, да и прогресс виден, но мы забываем главное — некрасивые цифры и не трипл-даблы выигрывают матчи, а тем более чемпионаты, но игроки, которые знают свои сильные стороны и умеют маскировать слабые. Гиди не только не маскирует, но его же слабые стороны очень сильно бьют в сильный, не создавая того же должного скоринг-грэвити. А главное отличие от Бена Симмонса хотя бы в том, что Джош куда ближе к символике худших защитников лиги, нежели наоборот. На девятой строчке у нас оказался лидер Кливленд Кавалерс Донован Митчелл. Про Донована, как и про некоторых других игроков из этого топа, я уже обронял пару раз на протяжении некоторых моих ауто-токсичных роликов, но тут хочу именно пройтись по сути, а не по скиллсету Донована. Митчелл, безусловно, талантливый парень, за которым интересно наблюдать и смотреть, как он вытаскивает клатч, но проблема в том, что смотреть будем не только мы, но и четыре других партнера по команде Ди. Наглядная статистика. Клатч регулярного сезона. 111 бросков Донована, 40,5% реализации игры и 31,7% из-за дуги. Среди главных скореров своих команд в топ-20 по попыткам хуже метрики только у Тейтума, кстати, довольно значительно. Запомните эту информацию. Трей Янка, цифры похожие, но это было очень ожидаемо. Во многом по той причине, что защитник Тандер часто сваливается в непрофильные трехочковые попытки. Безусловно, Митчелл провел лучший регулярный сезон в карьере, но тут речь даже, вероятно, больше про талант состава. Эван Мобли, Джара Таллин, Дариус Гарланд. Много рычагов и противовесов, где Донован, по идее, как настоящая Примадонна, чувствует себя мега комфортно. Но провал в плей-офф расставил все на свои места. Мы не должны высоко котировать Митчелла, пока он не докажет свою состоятельность, как игрока, с которым можно выигрывать множество серий одного розыгрыша плей-офф. Без этого он всего лишь коричневое пятнышко на штанах Руди Габера. Восьмая строчка, и здесь у нас защитник Чикаго Буллс, Зак Лавин. Мистер Абас Ратушкин, если так можно назвать, до сих пор вызывает любовь и уважение улиц. Ну а о каком уважении может идти речь, если Зак предсуперзвезда в статусе игрока, который провел всего 4 матча в плей-офф за карьеру? Естественно, Зак может дать жару в отдельно взятом матче, но он деструктивен в розыгрыше, посредственен в защите и нестабилен в те моменты, когда команде это необходимо. Его 6 из 21 в матче против Майами в борьбе за 8-й посев тому наглядное подтверждение. Зак хорош в изоляции, хорош в медийном плане, но в то же время во многом по тем же причинам Чикаго Буллс это якорь, который рано или поздно пойдет ко дну вместе с перестройкой. Восьмая строчка только потому, что большая часть комьюнити эти тейки уже приняла, скушала и выздоровела. Седьмая строчка и здесь у нас Лука Дончич. А вот и здравствуйте. Столица Словении это Любляна, столица надежды и амбиции фанатов Маврикс это Лука Дончич. Мой тейк прост и надежен, как вылет Трейси Макгреди из первого раунда плей-офф НБ. Луку котируют от топ-1 до топ-3 игроков лиги того и даже этого сезона. Итог, который мы наблюдаем в действительности, это то, что Даллас пролетает мимо плей-офф, усилившись при этом Кайри Ирвингом, то есть сыграв краткосрочную перспективу. Виноват ли в этом Лука? Конечно же нет. Но если тебя превозносят к небесам, то основная ответственность лежит как раз таки на тебе. И тот факт, что в конце сезона ты не получаешь удовольствия от игры, набрав 36 суммарных очков за два проигранных матча против Шарлотт Хорнац, это непозволительная роскошь не то, чтобы для Тир-0 игрока, куда метят Лука, но и даже для Тир-1. Типаж Дончича всем давно известен и понятен. Он действительно ради монструозной мощи в атаке зачастую жертвует своей защитой, хотя, как сам любит говорить, обожает контесты играть против лучших игроков команды оппонента. Камон, заканчивай, хочется добавить в конце этой фразы. Но у Луки уже не один, не два. И вот третий момент, где мы не видим никакой гибкости к тому партнеру в суперзвезде, что находится рядом с ним. Еще раз. Кайри просто-напросто в конце сезона, когда Далласу нужны были победы, был сильнее, стабильнее и лучше славянца. А сам Лука рыдал на послематчевых конференциях. Теперь надо спросить. Это та суперзвезда, которую мы так долго и сильно ждали? Это наследник Леброна? Это следующее лицо Лиги NBA? Серьезно? Серьезно? Шестая строчка. Остин Ривз. Тут есть над чем подумать. Сначала к оценке. И вот она, по мне, так очень лобильна и непостоянна. Кто-то всерьез считает Ривза достойным контракта чуть ли не на 25 миллионов долларов в год. Кто-то считает, что хайп по Остину в итоге перельется в то, что Ривз поедет на матч всех звезд. Но лично мне кажется, и для этого я даже графу статистики интересную отыскал, что многие сильные стороны Ривза вытекают во многом из-за того, что рядом с ним играют Дэвис и Леброн. Как я говорил на недавнем стриме, на очень даже смежных позициях. Остин сразу приглянулся Джеймсу, и тот, по сути, самолично вписал Хил Билли Коби. В плейбуке Лейкерс различные вариации пик-н-роллов и скидок. Ривз действительно хорош том редком для игроков ротации компоненте, как нахождение фаллов при проходе. Но главный вопрос, который я готов задавать себе каждый день, а будет ли Остин таким же эффективным без Леброна или Дэвиса? И вот потому, что было в том сезоне, в том числе вспоминая 5 из 5 в четвертой четверти первого матча серии с Мемфисом, ответить точно пока не смогу. Но Ривз не геймчейнджер. Он комфортный игрок в системы, но пока никак не больше, во всяком случае, лично для меня. Друзья, ну и также хотим вам напомнить про наш баскетбольный магазин АНБА, где вы можете заказать баскетбольные джерси, баскетбольные шорты, баскетбольные кроссовки, баскетбольную одежду. И все это, конечно же, у нас. Ну а также дополнительный промокод ЮтубАНБА, который даст вам 350 рублей на первый заказ. Залетайте! Пятая строчка. Паулу Банкиро. Конечно, как без него Паулу? Происходит от латинского слова Паулус, что означает маленький и скромный. Банкиро же даже без латинского обозначает гав-гав, дайте мне мяч. Деструктивно-фэшенебельный, Марио Пьюзо величественный и, не менее важно, абсолютно анималистый. Банкиро сейчас это эпицентр всех будущих проблем Орландо Мэджик. Потихоньку оживающий Джеллен Сакс, воскресший из мертвых Маркел Кульс и мега талантливый Фрэнс Вагнер. Все трое могут стать жертвой серийного убийцы Паула Банкиро. 30% из Дуги один из худших изоляторов Ассации, без движения, без защиты, без игры в посте, но с амбицией. И если уж изъясняться языком плебеев, он гонна стать лилбоем Джулиуса Рэндла. Но пока главная проблема звучит примерно так. Зачем Орландо делает ставку на игрока с низким баскетбольным интеллектом, имея довольно интересных и в теории солидных проспектов знак вопроса? Может быть, самое время поменять свое мнение? Может быть. Твертая строчка. Джейлин Грин. И если Остин Ривз – это деревенский Коби, то Джейлина Грина некоторые в нашем уютном баскетбольном комьюнити уже успели окрестить новым Коби Брайантом. Джейлин Грин собрал уже хапкун главных антигнаград лиги. Он не защищается, он не умеет шот-селект, подняв свои цифры поинтс пергейм, только за счет увеличившегося количества попыток. Плох в розыгрыше, плохо почти во всем, что касается оранжевого мяча. Взгляните сами на цифры. С ним на паркете у Хьюстона минус 8,7 на 100 владений. Хуже только у не менее легендарного новичка Хьюстона Джабари Смита. И при всем при этом Грину дает столько авансов, что в какой-то момент я даже останавливаюсь посреди пешеходного перехода и думаю, дождаться КамАЗ или все же признать неправоту части комьюнити. Пока склоняюсь ко второму варианту, но честное слово – это антизвезда. Таких в лиге с каждым годом, по идее, должно становиться все меньше и меньше, а отряд же лигообразных должен исчезнуть как подвид в Национальной баскетбольной ассоциации. Ну и дополню страницу зашкварчиков цитатой самого Грина перед драфтворкаутом. «Я буду первым пиком. Моя мечта станет реальностью. Я хочу жить в Детройте». Конец цитаты. Третья строчка. «Карл Энтони Таунс». Ну вы уже поняли. Я думаю, вы поняли. И вот он, снова Мистер Таунс. И снова высоко, но теперь не первая строчка, а всего лишь третья. Причина проста. Он был на полупозишен всего лишь пару лет назад, но самолично вытолкнул из коридора часть почитателей талантов своей игры, в том числе из-за травм и собственных же высказываний. Большая проблема Карла состоит в том, что его слишком оверхайпили еще с драфта, и по факту тот 20-летний подаванный сезона 15-16 не добавил почти ни в каком компоненте игры, а где-то даже, например, в ребаундинге, есть такое чувство, что сдал. А ведь какой был стартер пак? Большой, габаритный, центровой с потрясающим обсайдом из дуги. Что мы видим сейчас? Мы видим большого, габаритного бигмена с хорошими метриками на трехочковой дуге. В чем же проблема, спросите вы меня? Она проста. Ну не может человек в высоких тирах быть настолько плох, что в защите, что в понимании баскетбола оверхолд. Слишком завышенное ожидание слишком неумному игроку, который почувствовал, что в 21 год прошел баскетбол. Наследия, как он любит сам говорить, никакого нет. Его стабильнейшие андерперформансы в плей-офф этот тезис лишь доказывают. Вторая строчка. Джулиус Рэндалл. Рэндалл просто не мог проехать мимо этого выпуска. Частично реанимировав свою карьеру в Новом Орлеане, а если иначе сказать, то просто заработав статус звезды и жирненький контракт, Рэндалл в мгновение ока стала лидером Никс. Однако слишком уж буквально воспринял эту фразу. Для Рэндала быть лидером равно играть в юзаджи 35, брать много плохих попыток, мусорить статистику, делать вид, что ты поинт форвард, ну и в целом обманывать зрителей и не оправдывать их же ожидания. Ведь казалось бы, я говорю о человеке, который в прошлом сезоне регулярного чемпионата собирал линейку из 25 очков, 10 подборов и 4 передач. Но какие вы аргументы сможете найти, если сам Рэндалл в итоге полностью провалил тот самый плей-офф? И что самое ужасное, этого провала ждали все те, кто активно следит за переживаниями нью-йоркских фанатов. Скушен силы, съеден и разорван. Ну и на всякий случай скажу, что скиллсет Рэндала у меня не вызывает никаких вопросов. Я даже более того скажу, возможно, это главный специалист по так называемым невозможным броскам. Но это тот самый лидер этой прекрасной команды, которая вроде бы в теории может стать даже черной лошадкой, с которым ты не уедешь дальше местного ипподрома. Джулиус чтит лишь свое собственное мнение. Он идеальное орудие Тома Тибода. Но не все игроки его команды видят себя в амплуа первого-второго раунда плей-офф NBA. Даже тот же Джейлен Брансон показал, что он способен решать задачи более высокого калибра. Я также подумал, что весьма уместно будет сделать бонус, и поэтому бонус. И бонусом станет у нас кто? Конечно же. Лони Уокер. Лони Уокер. Приятное дополнение к этому ролику перед главным пиком всех времен народов. Пишите, кстати, прямо сейчас в комментариях, угадали ли number one фэн этого выпуска или же ни разу не слушали Диму Билана. Лони Уокер. Новый игрок Brooklyn Nets, где возьмет номер Петти Милса, с которым астралиец проявить себя в Нью-Йорке, к сожалению, не смог, будучи так же, если вычесть первые два года в Орегоне, воспитанником системы Грэга Поповича. Так вот, несмотря даже на такую прекрасную параллель, я бы про Лони и не вспомнил, если бы не последний стрим, где один из наших зрителей спросил, а что не так с Уокером? Я посмотрел на ник этого зрителя, понял, что это не Василий Дмитриевич, задвигаясь за Чака Норридзе и крутого Уокера, и прозрел, возвращаясь тем временем к Лони. Не буду называть себя человеком с экстрасенсорными способностями, но мои экстраполярные способности сообщают, что Лони, в отличие от того же Малика Монка, просто ужасно проявил себя в Лейкерс в прошлом сезоне, где потихоньку был выведен не только из стартовой пятерки, где и пребывал в начале года, но и сослан в третий юнит. И если бы не та четвертая четверть Лони, мать его Уокера, в серии против Golden State Warriors, то, соответственно, и имени его не звучало бы где-то в кулуарах русскоязычного комьюнити. Уокер застрял на том уровне, где и пребывал еще три года назад. Этот уровень вряд ли соответствует даже налоговому МЛЕ, отсюда и гнусное количество предложений от других команд. А его 15 очков – это много ужасных и даже слишком бросков, помноженные в том числе и на то, что сам Уокер, на удивление, защитник довольно низкого калибра. Но тогда звезды сошлись. Они сошлись на том, что в этой четверти их родственником станет сам Лони Уокер 4. Ну и все. Золотая медаль отправляется в Канаду пока, потому что это Оу-Джи-Ануноби. Оу-Джи-Ануноби? Конечно. А что еще? Ну, нельзя было его просто сюда не пихнуть, поэтому это Оу-Джи-Ануноби. Даже не надо возмущаться в комментариях. Я все сказал. И скажу еще дальше. Казалось бы, на первый взгляд нет ничего отвратительного в действиях этого британского форварда. Да, он немного возмущался через СМИ своей ролью в команде. Да, он на истекающем контракте. Да, он мог запросить трейд, но последнего, как минимум сейчас, еще не случилось. Новый главный тренер команды, Дарко Раякович, заявил, что с уходом Фреда Ван Влита дополнительная ударная нагрузка в нападении ляжет над плечи Скотти Барнса, что ожидаемо и на Оу-Джи-Ануноби, чего делать в данный момент времени точно не стоит. Самое прикольное, что Рептор даже готовы сделать на него ставку, где потенциальная сделка оценивается в 116 миллионов долларов за 4 сезона, а достойных предложений с рынка у Джири Пакамис точно не нашел. И спойлер вряд ли найдет. Оу-Джи рисует нам пред, а некоторые даже элитным 3-ND-исполнителям. Если посмотреть на сухие же цифры, то так и есть. Он король защиты периметра, вот вам наглядное отображение, и он бросает почти под 40% из дуги, но суть заключается в другом. Угугуа, а именно так зовут нашего героя, не обладает приемлемой братской техникой и достаточной ментальной устойчивостью. Иногда его стрикуют на дикие просадки по шутингу, и это очень тяжело не заметить. Я даже нашел интересный сплит, где Оану-Ноби 52% с игры в победных матчах команды и 42% в проигранных. Все это на довольно релевантной дистанции целого регулярного сезона. Оану-Ноби не станет вашим спасителем, он просит большую роль, но при этом совсем не умеет в изоляции, являясь одним из худших игроков в этом компоненте, который берет на себя 6 подобных владений в среднем за матч. Друзья, это никакой вам не Клейд Томсон, это просто чуть более улучшенная версия Дилана Брукса. А учитывая его заскоки с ролью в команде, которые абсолютно не оправданы его же текущими метриками и показателями, то это может обернуться настоящим провалом для канадской франшизы. Собственно, на этом же недавно погорел и сам Брукс. Да. Ну что ж, так вышло. Надеюсь, прикольно. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы уже лайк поставили. А если не поставили, то поставите. С вами был Антон Кузьмичев. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал. Там очень много годноты прикольной. Вступайте в интеллигенцию. Тогда вы поймете, к кому я обращаюсь. И всем до скорых встреч. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok